Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Мы представляем аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели». Вместе вспомним события первой осенней рабочей пятидневки, да поразмыслим над тем, какие перспективы пообещала нам начало сезона. Наверное, сентябрь – единственный месяц, который не подходит под сатирическую формулу Жванецкого. Все неприятности у нас начинаются с первого числа. То есть, какие бы печали в виде, скажем, повышения цены тарифов не приходили, 1 сентября – праздник, начало нового учебного года – все покроет. С него и начнем, но после традиционного анонса сегодняшних тем. Новые одноклассники. В рязанские школы пришли учиться украинские дети. Приговор вступил в силу. 21 год заключения получил рязанец, известный в народе как «рощинский маньяк». Куда ж нам плыть? Смогут ли рязанцы получить возможность подготовиться к сдаче норм ГТО? Ну, а теперь приступим. Праздник недели. 1 сентября – начало нового этапа в жизни всех – от учеников и преподавателей до родителей, шкалеров. Каким будет новый учебный год? Как изменится характер требований? Не сдаст ли интеллектуальные позиции любимый чадо? Не рухнет ли его дисциплина с возрастными особенностями? Много-много-много вполне обоснованных опасений. Но это все потом, после праздника. Общая ситуация в цифрах такова. В России новый учебный год начался более чем для полутора миллионов первоклассников. По сравнению с прошлым годом это больше на 144 тысячи первочков. Дальше, утверждают эксперты, будет еще больше. В этот понедельник учеников приняли 44 тысячи школ России, также побольше, чем в году 13-м. Ну, а что касается студентов, то на первые курсы в отечественные вузы их зачислено 932 тысячи – половина на бюджетные места. Но, разумеется, главные герои – 1 сентября первоклассники в этом году. Однако не только к ним приковано особое внимание взрослых. 1 сентября в российские школы пошли ребята, приехавшие в нашу страну с украинского юго-востока. В пятом В-классе 11-й школы будет учиться Миша Севастьянов. В Рязани он приехал вместе со своей семьей из Луганской области в конце мая. Пока, конечно, немного стесняется, но говорит, что с одноклассниками хочет как можно быстрее подружиться. Ты походил по школе? Школа тебе понравилась? Да. А чем? Ну, большая школа, очень красивая, хорошие учителя. Со своей стороны мы оказываем ту помощь, которую мы можем. Мы ему выдадим бесплатные учебники, обеспечим бесплатным питанием, на первое время констоварами тоже обеспечим. Мы, конечно же, создадим хорошую атмосферу, чтобы мальчик быстро адаптировался, подружился с детьми и комфортно себя чувствовал в нашей школе. Мама Миши Ирина Петровна говорит, что всю семью пока разместили в общежитии строительного колледжа, куда поступил ее старший сын. По ее словам, и младшего приняли в школу без бюрократических проволочек. Нас сразу приняли без всяких условностей, все документы, все, что у нас было на руках, мы предоставили. Никаких требований, что будет там, что-то такое. Я считаю, что все хорошо. Возвратиться домой, в луганский поселок Рубежный, по словам Ирины Петровны, конечно, хочется. Однако до сих пор в ее родном городе стоят подразделения нацгвардии. Вернуться бы хотелось, конечно, потому что просто привыкли мы там уже. Дом есть дом. Ну, не знаю, навряд ли мы будем возвращаться. Вот, должны уже завтра получать разрешение на временное проживание поставить нам. Сейчас семья Севастьяновых оформляет необходимые документы для получения разрешения на временное проживание в России. А далее, как говорит Ирина Петровна, после устройства всех детей в образовательные учреждения, она надеется и сама пойти на работу в детский сад, как и в родном, теперь таком далеком рубежном. Физподготовка недели. Областное министерство о молодежной политике, физкультуре и спорте официально проинформировало, что стартовал первый этап введения комплекса ГТО в регионе. Предполагается, что войдет в современность комплекс ГТО, готов к труду и обороне. У нас в три рывка. В первом участвуют четыре школы Рязани и 28 в районных областях, а также два детсада. Во втором этапе будут задействованы уже все образовательные учреждения региона. А на третьем этапе нормативы комплекса ГТО планируется ввести повсеместно, включая предприятия, организации, фирмы, всех отраслей и форм собственности. На этой неделе в бассейне Аквамед, например, прошел показательный урок плавания для учеников 64-й школы. Учитесь плавать, детишки, тренируйтесь, готовьтесь к труду и обороне, а также к сдаче физкультурных норм. Однако без вопросов и здесь не обходится. В бассейне Медуниверситета прошел первый урок плавания для ребят, учащихся из 64-й Рязанской школы. С начала нового учебного года в Рязанской области стартовало внедрение физкультурно-спортивного комплекса ГТО к труду и обороне. Теперь ребята должны готовиться к сдаче 10 тестов. И если бег, прыжки, подтягивания или стрельбу можно тренировать в спортивном зале школы, то для плавания необходим бассейн. И ныне действующих спорткомплексов на всех рязанских школьников и студентов банально может не хватить. Хотя мастер спорта по плаванию Владислав Фролов считает, что при правильной организации процесса всех детей можно подготовить и научить плыть на норматив значка ГТО даже в существующих условиях. Я думаю, что руководство данных спортивных сооружений пойдет навстречу Министерству молодежной политики, физической культуры и спорта и директорам школ. И вот мы сейчас с директором буквально 10 минут назад разговаривали как раз о том, что здесь будет проходить третий урок физической культуры ближайших школ. Тут есть большие сомнения. Ведь если сопоставить количество рязанских бассейнов с общим числом хотя бы школьников в городских школах, то за голову схватишься. Для организации системы подготовки и последующей сдачи нормативов у спортивных функционеров есть еще два года, потому что в 2017 году ГТО станет всеобщим и обязательным при выпуске из школы экзаменом. Могут ли бассейны не только научить ребят плавать, но и подготовить к сдаче непростых норм ГТО – большой вопрос. Что касается непосредственно уроков плавни, то пока в бассейны будут водить ребят лишь из четырех городских школ и двух детсадов. Это те учреждения, которые выступили в качестве экспериментальных площадок. Именно в их стенах на практике будет обкатан физкультурно-спортивный комплекс и система подготовки к его сдаче. В принципе, за студентов в данном случае можно особо не волноваться. Бассейны и стадионы в наших вузах найдутся, спортзалы тоже имеются, а нормы ГТО к тренировке не требуют дорогостоящего инвентаря. Но вот со школьниками и теми же тренировками в бассейне могут быть своего рода заторы и пробки. Ведь действительно, речь идет не о простом обучении плаванию, а о достижении государственно установленных результатов. Теперь о душевном тепле недели порадовало состоявшееся перед выходными открытие новых групп в детсадах. Дело было в Уикард, в Дашково-Песочне. Ах, какой денек чудесный! Радуется солнышко! Распахнул радушек в двери детский садик-зернышко! И в день знаний ему подарок приготовил для детей. В новой группе ребятишком и уютней, и теплей. Открытие новой группы в детском саду номер 7, что в Дашково-Песочне, стало для его завсегдатаев настоящим праздником. Свежий ремонт, новая мебель и современные развивающие игры обеспечат малышам приятные воспоминания о самом беззаботном в жизни времени. Проект модернизации дошкольного образования помогает многим стать счастливыми. Деткам дружить и изучать мир. Мамам, папам и бабушкам дать возможность спокойно, как дети сказали, работать. Поэтому этот проект в Рязанской области очень активно шагает. И в этом году 1408 местного будет для ребятишек. У нас введено, сейчас вводятся новые детские сады, настраиваются старые. И вот такие группы, к которым мы сейчас пойдем, открываются. Мы очень счастливы. Благодаря открытию новой группы, 26 малышей теперь дополнительно обеспечены местом в детском саду. Это решило проблему очередей в учреждениях дошкольного образования конкретно в этом районе. Ну а средства на ремонт помещения были выделены из областного и городского бюджета. И нам помогла область. Нам были выделены денежные средства в размере миллион двести восемьдесят семь тысяч. Вот. Помог город, министерство образования. И благодаря всему этому мы открыли новую группу, которую будут посещать еще 26 ребятишек. Сделали капитальный ремонт. Закупили новое оборудование, новую мебель, современную, красивую. По соседству с детским садом номер семь в сто пятьдесят седьмом садике также сегодня состоялось открытие новой группы. А это еще не один десяток мест для юных жителей Дашковой песочни. Вот такие большие праздники для маленьких людей были организованы на этой неделе. После таких репортажей не только некоторый душевный подъем ощущается, но и определенный застарелый горечь. Лет так двадцать назад, девяностые, прокатилась по Руси Великой оголтелая волна закрытий детсадов. Помещения, где радовались жизни малыши, скопом шли под офисы, под фирмочки. Продавались и перепродавались. И не только рязанским бизнесменам. Просто война с детсадами была, да и только. В авангарде этого дела шли, разумеется, тогдашние чиновники, сжимая в одной руке документацию о другой. Пряча в кармашке весомые и приятные на ощупь аргументы, полученные от заинтересованных лиц. Форма аргументов могла быть, кстати, и просто зеленовато-шуршащая, и в виде новенького автомобиля, и личных жилых квадратных метров. Теперь вот приходится наверстывать. Интересно, а не стыдно ли жить вчерашним делягам-чиновникам, которые такими делами в девяностых вертели? А ведь тогда еще и некая идеологическая база под это подводилась. В том числе в прессе. Мол, демографическая яма, детей почти не рождается. Помещения пустуют, а продать их, так денежки в казне появятся. Было такое в Рязани? Было. В эфире телекомпании Горд. Вы смотрите аналитическую программу «Время говорит с итоги недели». Пришла пора анонсировать вторую часть сегодняшнего проекта. Люди и цены. Рязанцы обеспокоены подорожанием продуктов. Образумься и заплати алименты. Судебные приставы привлекают православных священников к воздействию на дремлющую совесть алименщиков. Приговор вступил в силу. 21 год заключения получил резанец, известный в городе как «Рощинский маньяк». Продолжаем программу. Минсельхоз России на днях дал в прессу результаты недельного мониторинга средних потребительских цен на продукты питания. По этим данным, за неделю больше всего выросла стоимость мяса птицы почти на 1,5%. А с начала года курятина подорожала более чем на 19%. Цены на свинину за неделю повысились на процент, а с начала года на 21%. На этой неделе мы решили выяснить, что думают по поводу роста цен на продовольствие резанцы. Да я не почувствовала. Вот так, на немножко. Нормально все, терпимо. А вот иностранные продукты, на которых санкции ввели? А мы на них внимания не обращали. Мы всегда свои берем. Наши намного лучше. Я как покупал, так покупаю. Но чувствуется, что что-то не то, выше стало. Консервы особенно заметны. Вот. На водку там накинули. Ну, например, киви, которая стала 280 рублей за килограмм. По 70-80 я с удовольствием покупала. А теперь, я думаю, это неразумная цена. Ну, конечно, подорожали не только иностранные, но и наши. Это все равно ощутимо. Даже вот куриные. То есть мясо дорогое всегда было, и наши пошли все куриные повышать. Дорожает. Только говорят так, что как бы все, цены контролируем. На самом деле, очень все дорогое стало. Напомним, что российские антимонопольщики провели, а где-то, можете, до сих пор проводят, горячие линии по неоправданному завышению цен на продовольствие. Региональное управление Федеральной антимонопольной службы также вело эту линию. Некоторыми горячими итогами работы с нами поделился начальник управления Владимир Луканцов. Владимир Владимирович, если уж говорить о сегодняшней ситуации на рынке, в частности, продуктов питания, по каким вопросам чаще всего к вам обращаются граждане и чем занимается на сегодняшний день антимонопольная служба, чтобы урегулировать и максимально сдержать рост цен? Наиболее острый момент, как мы понимаем сейчас, это на рынке мясо кур сложилось. Причем мне хотелось бы отметить, об этом говорил руководитель Федеральной антимонопольной службы, что сети, торговые сети, они проводят сейчас очень ответственную политику. И в значительной степени рост цен возможный сдерживается именно политикой торговых сетей. То есть, сети выступили тем стабилизирующим фактором, который в значительной степени не позволяет, несмотря даже на рост цены в оптовом звене, повышает цену в рознице. В торговых сетях на территории нашей области, к сожалению, нет рязанского куриного мяса. И оно, которое есть в сетях, оно от производителей из других областей. И, соответственно, оптовые структуры, поставщики находятся тоже на территории других областей. И, на наш взгляд, тоже существенным фактором, сдерживающим является именно само внимание государства к этой проблеме. Но, тем не менее, мы принимаем звонки по горячей линии в отношении подражания в отношении всех продуктов питания. И отмечаем, что и на рынке овощей, фруктов, лимонов, в частности, тоже идет значительное подражание. Мы гражданский орган, и в этом небольшая сложность нашей работы. То есть, мы реагируем постфактум. И для того, чтобы получить соответствующую информацию, нам необходимо провести большой объем переписки, который сейчас ведется. Но, тем не менее, хочу повторить, что именно сам факт, такого пристального внимания тоже горячая голову остужает в значительной степени. Вообще, формат работы с человечеством у государственных служб сейчас бывает самое разное. Так, судебные приставы активно используют рейдовые схемы, наезжая в адреса, где затаились злостные неплательщики алиментов. Одна из таких акций прошла на этой неделе. Рейдовая работа находится во первых рядах у всех специальных служб от полиции до тех же судебных приставов. Свалиться, как снег на голову, но, разумеется, в рамках дозволенных законодательством, это самый верный способ настичь нарушителя. Бегунки от алиментов тоже люди. Вечно прятаться по знакомым не сахар, а спать надо приходить по месту прописки, потому вычислить и застать нужного человека вещь не такая уж и сложная. Труднее добиться того, чтобы он вразумился. Это же его родное чадо, и ребенка надо обеспечивать, хотя бы как-то помогать, особенно, когда эта помощь вот как нужна. Пример тому – канун нового учебного года. Что такое ребенка в школу собрать, каждая мамаша знает. И сколько это стоит, тоже знает. Тут к брошенным мамам в их потугах привлечь к ответу легкого на ногу папашу с особым усердием присоединяются и судебные приставы. Так, все районные отделы управления направили должникам по алиментам письма следующего содержания «Собери ребенка в школу, заплати алименты». И соответствующая анкета и душевный текст воззвания прилагаются. Надо сказать, действенная мера. Другая интересная форма работы с алименщиками – беседа со священником. На этой неделе судебные приставы организовали для неплательщиков встречу в Николгимском храме с Иереем Дмитрием Фетисовым. Беседа проходила в рамках сентябрьского месячника, но от этого не стало менее проникновенной. Навстречу пришли шесть родителей-должников, среди них одна женщина, поговорили хорошо, душевно и о влиянии распада семьи на детей, и об отношении церкви к долгам перед близкими, и о том, что бывших детей не бывает, а родители всегда отвечают за их судьбу. О том, что беседа прошла успешно, говорит и тот факт, что сразу после нее вразумленные родители вернули долги. Один отдал три с половиной тысячи, а другой сии. Так что правильное, искреннее слово остается хорошим и верным способом достучаться до самого сердца любого человека. Есть у нас персонажи, которых вряд ли проповедью наставишь на путь истины. Все, конечно, бывает, но на этой неделе стало известно, что наконец-то после апелляционного рассмотрения в судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда России вступил в законную силу приговор нашего областного суда в отношении рязанца, которого в прошлом году горожане иначе, чем рощинским маньяком, не называли. В программе, как напоминание, тревожные кадры оперативной съемки, снятые на так называемой оперативной выводке преступника. Начинал свою криминальную карьеру молодой паренек по имени Саша еще в позапрошлом году, особенно развернулся в 13-м. В достаточно глухих местах района гор Рощи по ночам он выходил на тропу войны. Причем эту самую войну объявлял исключительно женщинам, потому что их и напугать, и ограбить гораздо легче, чем даже подгулявшего, припозднившегося мужичка. В период с 26 августа 2012 года по 10 марта 2013 года в ночное время на территории железнодорожного района города Рязани житель этого же района Кривоногов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил пять нападений на возвращавшихся домой девушек. Применяя физическую силу к потерпевшим и используя в качестве оружия нож, которым он причинял девушкам телесные повреждения, Кривоногов похищал их имущество, насиловал и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. Грабежи и насилие до поры сходили преступнику с рук, а потому он наглел все больше. Ножиком не только пугал, но и стал пускать его в дело. Закончились такие криминальные опыты закономерно. Очередная жертва, раненая Сашей в шею, не дошла нескольких метров до квартиры и скончалась на руках соседей. А задержали грабителя и убийцу 8 марта прошлого года. Такой вот получился подарок от полиции, напуганным рязанком. Интересно, что, как позже выяснили журналисты рязанской комсомолки, ничего подозрительного и предусудительного в поведении 23-летнего Саши ни родные, ни соседи не видели. По месту жительства его характеризовали удовлетворительно. Тихий, незаметный, не буянил, не дрался. Ну а то, что не работал, пил, на родителей с кулаками кидался, так это, дескать, пустяки. Дело житейское, семейное. Теперь о народных чаяниях. На Рязанской окраине, в Дядьково, по словам местных жителей, сложилась весьма задымленная ситуация. Вкратце история такова. В Дядьково процветает деревообрабатывающий бизнес. Пилы гудят и вержат, но к этому люди помаленьку привыкли. Достает до народных нервов другое. Отходы производства сжигают где-то совсем рядом. Дым стоит над пригородом днем и ночью. Дышать нечем, висит вредоносная амбре и над стадионом, и над детской площадкой, и над дворцом культуры, и вообще над всем городком. Репортаж, снятый в Дядьково, стал локальной народной проблемой недели. В пригороде Рязани-Дядьково местные жители уже который месяц жалуются на нестерпимый запах гари, идущий из соседних пилорам. Причем, как уверяют люди, рабочие, среди которых, как и везде, преобладают гастарбайтеры, поджигают отходы деревообрабатывающего производства исключительно по ночам. Однако цвет дыма и сам запах не только древесный, но и с какими-то, скорее всего, вредными химическими примесями. У нас каждый день дым, дым и дым. Дышим мы, дышим наши маленькие дети. У них будущее впереди, жить и жить. А они должны вот этот запах нюхать и болеть заболеваниями различными. Администрация наша ничего не предпринимает. Местные жители пытались поговорить с руководством пилорам. Однако, кроме гастарбайтеров, застать никого не удавалось. И каждую ночь отходы полыхают вновь. Кроме этого, дядьковские жители жалуются и на забойный цех мясокомбината. По их мнению, и здесь работники предприятия переняли такую же практику сожжения биологических отходов. И сильный запах животной гари мешает уже и по утрам. Проблема задымления стоит уже достаточно давно. Это уже не сегодня, не вчера и не месяц. Это уже продолжает достаточно большое количество времени. И меньше это не становится. Просьбы наши не реагируются. И просто даже банально погулять с детьми в парке, на стадионе, даже выйти на улицу порой проблематично. Потому что дым буквально лезет в глаза. А есть такой дым, как может быть с мясокомбинат. Он едкий и вызывает даже кашель органов дыхания. И просто нам тяжело. Сейчас люди составляют коллективные жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру с требованиями оградить их от неприятного запаха соседних производств. В Люберцах, как уже было сказано, потребовалось 10 тысяч подписей под народной петиции, чтобы власти обратили внимание на людскую беду и приняли меры. Сколько их понадобится в Дядьково, пока не ясно. Во всяком случае, истину, донесенную до наших времен Ильфом и Петровым, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, ни годы, ни реформы, ни смена властных вех победить не могут. А вот у жителей Дышково-Песочни, как говорится, есть повод. Здесь, в этот уикенд, открыт собственный песочинский многофункциональный центр. Что это такое и насколько оно надо, знают многие горожане. Центр, где можно решить или продвинуть важные документы по принципу одного окна, система важнейшая, муторные очереди к отверстиям в стене казенного учреждения, откуда выглядывают уставшие физиономии раздраженных клерков, картина, конечно, грустная и веет от нее вселенской безнадежностью. МФЦ как раз и является путем избавления от такого пережитка прошлого. Открытие нового, третьего по счету в нашем городе многофункционального центра бесспорно во многом облегчит жизни рязанцев. Центры, уже работающие на почтовые и в районе Московского, сегодня очень востребованы. А у специалистов, что весьма предсказуемо, рук на всех не хватает. Так что рентабельность самого учреждения вопросов не вызывает. Мы сейчас создаем единую информационную систему, которая позволит сократить количество дней для получения той или иной услуги, что также для людей будет очень важно. И, наверное, еще одно изюминка Рязанской области состоит в том, что жители города Рязани не привязаны будут к четырем МФЦ, то есть если он проживает в Московском районе, работает в железнодорожном, то он вполне может получить не по месту прописки, а в любом МФЦ, который ему ближе. Об открытии многофункционального центра песочинцы просили городские власти не раз. И те пошли навстречу. В 2015 году планируется открыть еще один территориальный центр на 40 окон в железнодорожном районе. Таким образом, 100% населения нашего города будут полностью обеспечены доступностью услуг МФЦ. Это не обособленный центр, это наш отдел от центрального офиса, который охватывает всех жителей Октябрьского района. Он был нужен. Нужен по какой причине? Потому что на почтовой мы уже тоже иногда, когда услуги оказываются востребованы, когда приходит срок оказания услуг, таких, например, как запись детской сады, как приватизация, мы не успеваем, не успеваем в полном объеме обеспечить предоставление в комфортных условиях. Поэтому вот этот центр, он даст возможность жителям Октябрьского района получать муниципальные государственные услуги, не уезжая от места жительства. Принцип одного окна – система электронной очереди, более сотни предоставляемых центром услуг. Это и разгрузка очередей в госучреждениях, и неплохая экономия времени. И для сведений тех, кто не был на открытии, новый территориальный многофункциональный центр начал работать по адресу, улица Новоселов, дом 33, корпус 2. Такой была уходящая неделя, но когда мы работали над сегодняшней программой, произошли новые события, репортажам о которых еще предстоит быть снятыми. Жизнь продолжается. И это самое главное. Хороших всем выходных, доброй погоды, ребятне пятерок, ну или хотя бы четверок в школе, потому что как учебный год встретишь, так его и проведешь, приметы верные. Ну и, конечно же, до встречи в эфире, дорогие горожане, уважаемые наши зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова